итак доброй ночи всем сейчас мы находимся на проекте я соромлю свого тела вот как вы видите из названия на фургоне здесь ведутся съемки телеканалом стб проекты я соромлю свого тела я стесняюсь своего тела да и это с вами алекс angel в ночное время сейчас где-то в районе 11 ночи вот даже уже и больше где-то начало 12 вот только что закончилась моя съемка и в общем сегодня целый день снимаюсь я в 11 часов утра меня пригласили была съемка первичная проходки а сейчас я был на консультацию доктора психолога вот по вопросу того что рейтинговые украинские телеканалы такие как новый канал стб и другие сравнили меня на всю страну с знаменитыми теле актерами внешность что у меня похожие на бритвита и бенисио дель торо в принципе я как бы понимаю это хлеб телеканалов все рейтинг все такое но вот как себя психологически себя настроить вот когда такая новая информация до появилась в моей жизни ведь эти сравнения идут на миллионы аудитории новый канал стб это самые рейтинговые телеканалы которые ведут шоу поэтому конечно когда люди массово миллионы людей в стране знают что вот я у похож на украинского бритвита александжел да похож на украинского бритвита или бенисио дель торо то конечно люди можешь меня поснимать то конечно люди интересуются звук надо я ближе буду шут звук они интересуются и часто говорят люди а вот пошел украинский бритвит или пошел украинский дель торо вот то есть люди чаще меня называют здесь в украине уже каким-либо нарицательным сравнивая с бритвитами дель торо я не победил этих людей потому что ну как бы они просто получили такую информацию с рейтинговых телеканалов потому что мое творчество клипы музыка больше популярна за рубежом сша на мтв вева в западной европе в украине меня чаще приглашают просто как героя телешоу поэтому мои клипы мало ротируются в этой стране и поэтому меня сравнивают вот короче с тем чем сравнивать что говорит новый канал и степа это значит сравнение с бритвитом и бенисио дель торо и человек вот говорит вот пошел украинский бритвит вот пошел украинский дель торо ну человек позитивно это говорит просто он получил такую информацию вот и я пришел как бы и стал доктору вопрос психологу во первых как мне вот в такой ситуации ориентироваться потому что человек разумный хомо сапиенс я считаю что нас 7 разок мерь потом отрежь то есть сначала лучше проконсультироваться потом уже резать я таки сказал доктору что я кстати ну вот что я решил проконсультироваться короче как мне самому эту ситуацию осознать второе как мне относиться к тем людям которые вот массово меня зовут украинским бритвитом или дель торо то есть стоит радикально как-то к ним относиться по натуре демократы и человек позитивный и ну я понимаю что они не виноваты что вот им такую информацию дали рейтинг после канала ну как к ним относиться радикально переубеждать их чем-то или же нет или же никак не относиться ну украинский бритвит пошел ну дель торо ну и ладно вот то есть как мне поступать и ну плюс конечно еще такой момент что девушки часто вот завышена как бы ко мне требования выставляют потому что схожесть такая вот я привел пример сердца трех проект где 2 из трех девушек сказали что я классный в общении внешне мои глаза им понравились но ты слишком яркий поэтому с тобой будет тяжело я сама королева и меня носили на руках сказала еще одна девушка ну ты классный супер с тобой не соскучишься но я тоже хочу быть королевой то есть при этом она даже не подумала что тоже могу и на руках поносить и вполне легко же в спортом занимаюсь все-таки как-никак не употребляю спиртного но вот яркость это схоже с бритвитом дель торо вот это вот как действует негативно на девушек они завышенные ставят ко мне требования вот это тоже такой момент как вот такой ситуации реагировать на третий момент доктор сказала я заявляю официально у него нет завышенной самооценки вот чего начался эфир и вы сейчас кстати говоря поймете что психиатр нужен отнюдь не невозможно она говорит я объявляю всей стране что действительно говорит у вас нет завышенной самооценки у александжело он все супер и как бы девушки знакомьтесь общайтесь сотрудничайте в клипах снимайтесь потому что вот и так тоже он классный вот с этого началось все потом доктор в какой-то момент ее что-то взбесило не знаю что я взбесила но и что-то взбесило она стала просто поменяла манеру общения со мной стала давить по принципу как это делают на телеканалах психологических проектах я-то это знаю то есть она задает вопрос и не дает ответить она сразу давит ну я таки сказал что зачем же вы стоите вопрос если вы сами отвечаете на него зачем так дайте возможность тогда и высказаться в общем закончилась тем что она меня вызвала сказала что это серьезный проект а я пришел с ней серьезный совершенно проблемой вот она предложила сначала мне вот что она предложила мне радикальное изменение внешности но я сказал что в принципе меня устраивает моя внешность то есть да я не жалуюсь на внешность занимаясь спортом и лицо и все у меня устраивает внешность и как бы если кто-то хочет менять внешность радикальным брэд пидт может поменять или дель тора и не против меня устраивает во мне все уважаю этих актеров то есть тут дело не во внешности человек рождается таким каким он рождается но это как бы жизнь вот мы не выбираем какими мы рождаемся правда же вот то есть поэтому зачем кардинально менять внешность после этого у нее случилась какая-то истерика вот и случилась истерика и она значит заявила что я нарцисс прикиньте сначала нагреть девушкам всей стране что я заявляю что он классный знакомьтесь с ним общайтесь снимайтесь клипах он офигенный он в моем вкусе она даже сказала что я в ее вкусе мужчина но я там примет я обратно говорю мне нравятся деловые женщины вы наверное в моем вкусе но это было до того момента вот 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 такие все-таки девушки и женщины вот все-таки сколько раз обжигался вот вот и сейчас я обжегся потому что кто же мог знать что вот она возьмет меня потом назовет фриком она говорит короче она вышла из себя я не ждал того стал меня оскорблять назвала фриком варит и говорит фрик и в конце убирайся отсюда я конечно честно говоря вот в шоке то есть ну ну не знаю понятно что на проект не мог прийти без предварительной скажем так без предварительного согласования с стб да потому что на проект и не приходит человек с улицы записывается видео материалы консультации все такое ну вот короче к чему я веду я как и на всех телешоу где ко мне негативно относятся врачи психологи неважно суди я ей в ответ пожелал хорошего настроения и позитива я сказал что только с позитивом вы сможете добиться своих целей в жизни нужно быть добрее вот что я сказал я этим горд а почему доктор так себя ведет посмотрите эфир я соромлю своего тела смотрите вот с алексом энджелом и вы знаете почему доктор вот так себе ведет и злой человек почему алекс энджелс за добрый хороший позитивный всем спасибо смотрите